Достигай Израиль и весь мир А вы когда-нибудь задумывались над тем, что, как у нашего общества, есть памятные дни, которые мы отмечаем, такие как Дни Рождения, День Валентина и все остальные праздники, которые приносят радость в нашу жизнь, так и у Бога есть свои памятные дни, свои праздники, которые значительно важнее, чем наши. У нашего Бога есть дни, которые Он выделил в календаре. Он называет их святыми. Он желает, чтобы мы отмечали эти дни и встречались с Ним в эти праздники. Дорогая, думаю, ты помнишь, что эти праздники Бог назвал в книге Левит «Божьими установленными днями», и в эти дни нужно было созывать собрание. Это то же самое, что если бы Бог, Творец всего, сказал, что хочет встретиться с тобой в определенный день, но ты вдруг решила, что это неважно, и не пришла к Нему. О, такой взгляд сразу же отрезвляет. Ты понимаешь, что это личный Бог. Он приходит лично к каждому. Он, как наш начальник или отец, говорит, «Нам нужно встретиться», и это очень важно. Да, самым важным из всех праздников считается Йом-Кипур. О нем мы поговорим сегодня. День покрытия или искупления. Бог назначил этот день, чтобы показать нам, что мы грешники, и мы нуждаемся в его прощении и в очищении его кровью. Шалом у враха, мира и благословений вам. Я сегодня в белом, потому что мы снимаем выпуск о самом священном дне в Божьем календаре. Сегодня мы будем говорить о Йом-Кипуре, о дне покрытия или искупления. В этом вся суть того, почему Бог послал Своего Сына, Яшуаха Машеаха, в этот мир. С помощью помазания Святого Духа я хочу донести до вас, насколько вредоносен грех. К сожалению, Евангелие, которое мы слышим сегодня, это совсем не то Евангелие, которое несли апостолы. Апостолы несли Евангелие, сутью которого было то, что человек виновен перед Богом. Оставайтесь с нами до конца, и я постараюсь объяснить вам, насколько это важно, чтобы мы с вами поняли всю опасность, зла и то, что Иисус пришел в этот мир избавить людей Божиих от греха. Да, он пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Да, он дал нам все, что есть в Царстве Божьем. Все эти прекрасные вещи, конечно же, правда. Но если мы не имеем глубокого понимания греха и зла, если мы не понимаем самую большую проблему человечества, я о том, что зло тянет людей в ад. Если мы этого не понимаем, то мы никогда не узнаем благодать Божию. В послании к римлянам Павел рассказывает нам о самых фундаментальных принципах Евангелия. Павел начинает это послание с заявления о том, что все человечество виновно перед Богом. Почему я делаю на этом такой акцент? Я заговорил об этом, потому что мы будем разбирать Йом-Кипур, священный день в Божьем календаре, день искупления, который был исполнен Иисусом. Об этом написано в послании к евреям. Если мы не понимаем сути проблемы зла и всей глубины греха, мучений и разделений, которые он приносит в конечном итоге, то мы не понимаем, что значит быть омытыми, очищенными и измененными. Павел дал нам самые глубокие и самые детальные объяснения того, что такое спасение. И он сказал, что все начинается с того, когда человек осознает свою проблему. Это проблема, это грех. Павел обращается к евреям и говорит, «Вы виновны перед Хошемом. Вы виновны перед Творцом. Потому что, хотя у вас был закон Божий, вы не повиновались Ему. Закон давал нам выбор. Если вы выбираете повиноваться Ему, то Он обещает, что вы будете благословлены всегда и везде, а также будете процветать, и будет процветать все, к чему вы приложите свою руку». Но также в книге Второзакония Господь сказал, что если вы не будете полностью выполнять все требования закона, то на вас придет проклятие и катастрофа, «Вы будете прокляты везде и всегда». А Павел говорит, что хотя закон и обещал благословение, благословение обещалось за соблюдение требований закона. Но хотя он и обещал благословение, но стал проклятием, потому что ни один человек не мог исполнить все эти требования, гарантировавшие благословение. Получается, что закон стал проклятием. «Потому что человечество не справилось с соблюдением закона». А это означает, что весь еврейский народ виновен перед Богом. И Эзекииль написал так, «Душа согрешающая, она погибнет». Затем Павел обращается к язычникам и говорит, что хотя они знали Бога в своих сердцах и в своем сознании, глубоко внутри каждый человек осознает реальность существования Бога и его моральных принципов. Павел говорит, что каждый человек рождается с пониманием, что хорошо, а что плохо. Все люди знают это глубоко внутри. Это записано в их сердцах и в их сознании. Но кроме этого, когда человек смотрит на мир и видит все, что вокруг, он тоже внутри понимает, кто такой Бог, и что все мы подчинены Ему, что Он безграничный и всесильный. И поэтому Павел говорит, что все люди виновны перед Богом. Они лишились Его славы. Еще раз подчеркну, что язычники знали Бога в своем сердце, они видели Его в окружающем мире, но при этом они грешили против своей совести. А согрешая против своей совести, они грешили против Бога. Люди смотрели на мир, и понимали, что Бог всемогущий, но при этом они не подчинились Ему. Они не склонились перед Ним и не сделали Его своим Господом. Они жили только для себя. Поэтому все люди в мире виновны перед Богом. И как я и сказал, так же и каждый еврей виновен перед Господом Богом, потому что они не исполнили требований и законов. Человечество отделено от Бога. Именно с этой мысли начинается Евангелие. И с нее и нужно начинать благовествовать. Человек виновен перед Богом. Он отделился от Бога. А последствия этого отделения – это смерть и ад. Люди, которые не примирились с Богом, умрут в своих грехах и будут брошены во внешнюю тьму. Ешуа сказал, что там будет плач и скрежет зубов. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, насколько серьезно зло и грех. Многие из нас не понимают этого, потому что мы слышим лишь проповедь о том, что Бог хочет удовлетворять наши желания. И поэтому многие приходят к Богу за исполнением своих земных желаний. Иисус хочет удовлетворить нас. Он сказал, «Если будете пить воду, которую я даю вам, то она станет внутри вас фонтаном, бьющим вечную жизнь». Бог желает простить и удовлетворить нас. Он желает поселиться в нас, чтобы мы нашли удовлетворение удовлетворение в познании Его. Но вместо этого мы слышим сегодня другое послание. Это не послание о прощении грехов. Оно не обличает зло и не говорит, чтобы мы искали удовлетворение в познании Бога. Чаще всего мы слышим послание, в котором Бог представлен как волшебный джинн. Если мы произнесем правильную молитву и сделаем какие-то действия, то Бог каким-то образом вылетит из лампы, как джинн, и исполнит наше желание. Он даст нам все, что мы пожелаем. Похоть очей, похоть плоти и гордость жицейская. Люди пытаются использовать Бога ради земных благ. Но Писание говорит, что в мире есть только похоть очей, далее похоть плоти и гордость жицейская. Вы знаете это. Все это не от Отца, а от мира сего. Помните, если мы действительно хотим познать Бога и ходить с Ним, то нам нужно понять глубину нашего греха. И когда мы это поймем, то мы будем готовы принять очищение и прощение и стать омытыми и измененными от всякого зла. Но многие из нас пытаются прикрыть свой грех. Мы пытаемся оправдать его. Адам сказал, что Ева заставила его ослушаться Бога. Ева сказала, что ее заставил змей, и мне интересно, сколько людей Божиих не очистились от своего греха, потому что придумывают отговорки и оправдания. И это происходит и по сей день. Я хотел бы закончить сегодня словами о покаянии. Кто из вас, пасторы и лидеры, виновен в том, что вы проповедуете людям Слово Божие, а потом сами не практикуете его в своей жизни. Скажите, кто из вас чувствует, что Бог предупреждает вас в этом? Пожалуйста, епископ Джон, подойдите сюда на минуточку. Начните взывать к Богу о Его милости и благодати, а потом поведите всех нас в молитве покаяния за наше неповиновение Богу. Вчера мы почувствовали этот щелчок в сердце и осознали, что единственный способ пережить встречу с Богом это покаяться и исповедать свои грехи. Только через исповедание наших грехов мы способны увидеть Бога. Видели бы вы реакцию людей? Думаю, мы по-настоящему покаялись. Люди плакали, рыдали, изливали Богу свое сердце. Сегодня меня привели к покаянию. В моей жизни были вещи, которые не совсем отражали характер Христа, и я покаялась в этом. И я возвращаюсь в Кению полностью измененным человеком. Я очень счастлива, слава Богу. Я был еще очень молод, когда Иешуа впервые явился мне в 78-м году. У меня почти не было греховного сознания. Я знал, что я потерян, сбит с толку и напуган. Я понимал, что я нуждаюсь в чем-то очень сильно. И когда Иисус явился мне, я был так рад, что Бог показал мне путь. Но, дорогие мои, чем дольше я следовал за Господом, чем дольше я жил с Иисусом, тем сильнее я осознавал свою греховность и зло, что было во мне. Я живу с Богом с 78-го года, и с каждым годом я все больше облечен во зле, которое в моем сердце. Эгоизм, неумирающая гордость, неправильные амбиции, обвинения других и так далее. А если я буду сравнивать себя со многими людьми, которые называют себя верующими, то могу решить, что со мной все хорошо, потому что у меня довольно дисциплинированная жизнь. Если я буду сравнивать себя с другими верующими, то могу подумать, что очень хороший. Но я не сравниваю себя с верующими. Я сравниваю себя со светом Божьего Духа. Когда я вижу себя во свете Божьего Духа, я понимаю, насколько я далек от святости, и это меня пугает. Поймите меня правильно. Я верю в Иешуа, и я уверен в его крови. Но когда я вижу себя во свете Божьего Духа, я вижу глубину моего эгоизма, моего неправильного мышления и различных мыслей, витающих в моем разуме и не соответствующих Царству Божьему. Я понимаю, что между мной и Богом миллионы и миллионы миль, и все, что я могу, лишь просить о милости и избавлении. Чем больше я приближаюсь, тем дальше я оказываюсь. И вы спросите меня так, Равин Шнайдер, с вами все в порядке? А вы помните, что было с Исаией? В 6 главе он сказал, Исаия был одним из самых праведных людей того времени, но когда он увидел Господа, в этой 6 главе, когда Исаия по-настоящему увидел Бога, вы знаете, что он сказал? Он упал на свое лицо в ужасе и начал бить себя руками в грудь. Он сказал, горе мне, потому что я человек с нечистыми устами, я живу среди людей с нечистыми устами. Он увидел себя в свете Божьем и осознал, насколько он испорчен. В этом обличении и отчаянии он воззвал к Богу, и Бог прикоснулся к нему и очистил его. Но я хочу спросить вас, а вы когда-нибудь чувствовали обличение за свой грех? Вы чувствовали обличение за свой грех? Вы осознавали глубину зла, от которого вам нужно избавление? Вы осознавали, что вам нужно перестать быть себе Богом и начать жить для Него? Давайте помнить, что такое настоящая жизнь для Бога и правильное отношение с Ним? Иешуа сказал, я ничего не делаю по собственной инициативе. Я не делаю ничего, кроме того, что я видел у Отца. Вся его жизнь была посвящена Отцу. Он не искал собственного пути. Он не ждал, что мир сделает его счастливым. Он пришел в мир не для того, чтобы быть счастливым. Он пришел, чтобы служить Богу. Совсем недавно со мной произошел один случай. Я всегда считал себя довольно смелым евангелистом. Я мог засвидетельствовать кому угодно и где угодно. Но даже в себе я заметил нотки того, что я иногда, как бы это сказать правильнее, стесняюсь Господа. У меня в машине была визитка сайта whoami.com. Я подъехал к хозяйственному магазину и взял эту визитку. Я подумал, я отдам эту визитку кассиру на выходе из магазина. Человек зайдет на этот сайт и у него начнется путешествие к познанию Иисуса. Но как только я взял эту визитку, что-то во мне сжалось и появились мысли «Ты действительно хочешь сделать это? Ты действительно хочешь пережить еще одно отвержение?» Ты на самом деле хочешь создать ситуацию, когда на тебя будут смотреться высока? И мне пришлось сражаться с этими мыслями. Я не буду стыдиться Господом. Иисус сказал «Того, кто стыдится меня и моего слова? В этом лукавом мире я постыжусь перед Отцом, когда приду во славе вместе с ангелами?» Скажите, а кто из вас стыдится Господа? Вы не рассказываете никому о своей любви к Иисусу и о своей вере. Вы не подчинили Ему свои финансы. Он не занимает первое место в вашей жизни, и вы не проводите с Ним времени по утрам. Я никого не осуждаю, а говорю о том, что День Искупления говорит о прощении и избавлении от зла и греха. Но, к сожалению, многие люди Божии никогда не были обличены во грехе. Они просто используют Бога, чтобы им было хорошо. Я хочу сказать вам кое-что. Наша главная цель не быть счастливыми. Конечно же, мы хотим быть счастливыми, и это нормально. Все хотят быть счастливыми, но это не наша главная цель. Наша главная цель — это повиноваться Богу Отцу через Иисуса. Иисус сказал, «Ищите прежде Царства Божьего, и все остальное приложится вам». Но многие из нас слышат сейчас совсем другое. Мы слышим искаженные Евангелия. И сегодня, когда мы размышляем над этим священным днем в Божьем календаре, этот день называется Йом-Кипур. Йом значит день, а кипур означает покрытие. Вы должны понимать, что основная причина, почему Иисус пришел в этот мир, это прежде всего, чтобы очистить нас с вами и избавить нас от зла и греха. И пока мы с вами не посмотрим в лицо нашему греху и не позволим Духу Святому обличить нас в нашем грехе, пока мы не склоним перед ним колени и не скажем, «Господи, избавь меня от этого греха, я умоляю Тебя». Нам нужно по-настоящему покаяться. А что я имею в виду под покаянием? Покаяние – это когда у вас есть возможность снова совершить тот же грех, «но вы этого не делаете». Покаяние значит отвернуться, а не просто сказать «прости». Помните, в начале своего служения Иисус говорил, «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». А еще Иисус сказал, «если не покаетесь, то погибнете». И сегодня, когда мы отмечаем Йом-Кипур, я хочу отвернуть вас от ложного Евангелия. Главная цель нашей жизни – следовать за Иисусом, будучи очищенными и избавленными от нашего греха. Если что-то приносит нам радость и удовлетворение, это не означает, скажем так, автоматом, что это хорошо. Слово Божие четко определяет, что хорошо, а что плохо. И Дух Святой обличает нас в том, что хорошо и что плохо. Иисус сказал, «Если вы не возьмете свой крест, не отречетесь от себя и не последуете за Мною, то вы не можете быть Моими учениками. Все желающие жить благочестиво будут страдать». Что это за страдание? Нам нужно отказаться от того, что хочет наша плоть, что хотим лично мы. Нам нужно быть смиренными и признавать свою неправоту. Нам нужно смирение, чтобы позволить Духу Святому обличать нас. Пора перестать перекладывать вину на мужей и жен. Пора перестать винить работодателей и пасторов. Пора перестать винить дьявола. Пора подчиниться к Господу и признать, что проблема в нас. Господь, прости меня, измени меня. Иисус, сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Приди со своей кровью, очисти меня от моего греха Святым Духом и Своим Словом и спаси меня. Когда миру было объявлено о приходе Иисуса, ангел возвестил об этом его матери и сказал, когда он родится, ты назовешь его Иешуа, потому что он спасет свой народ от их грехов. Церковь, я призываю вас вернуться к первоначальному Евангелию. Нам нужно спасение и очищение от греха. Библия говорит, что без святости никто не увидит Бога. Давайте перестанем использовать Бога ради желаний нашей плоти. Давайте вместо этого умирать для себя, подчиняться Ему, исповедовать все наши грехи и каяться. Делая это, мы будем изменяться в образ Христа, и мы будем готовы встретиться с Ним лицом к лицу. В книге Чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. them. Субтитры Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо Своё на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам своё свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Вы когда-нибудь чувствовали себя далёкими в отношениях с Богом? Присоединяйтесь к нам в следующий раз, и вы узнаете, как Бог использует эти времена, чтобы приблизить нас к себе. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несёт Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всём мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Я не знаю, ощущаете ли вы это в атмосфере, но каждый год в это время я чувствую какую-то свежесть и новизну. Это также время начала осени, и мы знаем, что осень — это символ того, что должно произойти что-то новое. Также в это время мне хочется принести Господу особое пожертвование. Не знаю почему, но мне хочется как-то по-особенному почтить Его. А вам? Не хочется принести Богу особенное, праздничное приношение? Я знаю одно. Когда мы даём что-то Богу, это всегда возвращается к нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Я не знаю, как именно это вернётся к вам, но я знаю, если мы любим Бога и открываем Ему свои сердца, то Он всегда реагирует на это и воздаёт нам мерой доброй, утрясённой и нагнетённой. Бог любит вас, и я люблю вас. Хак Самиах! Весёлых вам праздников! Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесёт Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейду. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу финансов. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.